Олеги Павленко, когда он сказал, что парламент что-то должен делать, и он не делает, каждый должен день свою работу. Давайте мы вспомним, а парламент вообще ратифицировал Минские соглашения? Какой статус Минских соглашений? Если бы статус Минских соглашений был международный договор, тогда бы его ратификация парламента была бы обязательной. Не ратификация, послушай, это первое, это первое. Поэтому парламент, это не просто что-то такое неодушевлённое. В парламенте есть политики, есть фракции, у которых разные отношения к этому. Фракция Батьковщина чётко обозначила своё отношение к Минским соглашениям. Необходимо, но недостаточно. И мы сказали, что первым должен быть пакет безопасности, и следующим пакет политический, о котором говорил коллега Бессмертный. А чего не может быть это параллельно? Это первое, что я хотел бы сказать. Может быть это параллельно? Тема внутренне перемещенных лиц или беженцев. Мне не нравится слово внутренне перемещенные лица. Кстати, выступал на наших слушаниях в парламенте посол Европейского Союза, который сказал, что его родители в своё время имели такой статус DP, Displaced Persons. Которые после Второй мировой войны, они в таких лагерях содержались, и какое-то такое было отношение к ним, как ущемление в правах. И это тоже ущемляет людей, когда они слышат такие внутренне перемещенные лица. Что сейчас происходит? В минувшую субботу премьер-министр Яценюк делает заявление, следуя после того, как об этом Министерство социальной политики, что мы приостановили выплаты 150 тысячам вымушенным переселенцам. Потом проводят пресс-конференцию службы безопасности и Министерства социальной политики, на которой говорит, что по нашим оценкам от 600 до 900 тысяч, а вы называли цифру миллион 700, вот из этих миллион 700, 900 тысяч, это фальшивые, таких не существует. И поэтому мы прекращаем им выплаты. Приводят дальше сведения, я хотел бы показать, как вот фактами манипулируют. Посмотрите, говорят люди, что делается. В одном доме в севере Донецке зарегистрировано 7,5 тысяч внутренних переселенцев, а в одном доме в Изюме 3,5. Смотрите, какие они мошенники. Мы выясняем, наш секретариат, гражданские организации, что выясняется? Оказывается, и кстати, депутаты должны бы об этом знать, закон 2014 года предоставляет три возможности для регистрации. Это САБЕС, это управление миграционной службой или место постоянного жительства. Вот адрес, который был в Северодонецке, это адрес САБЕСа в Северодонецке. Понимаете? А это приводят, как какие-то мошенники. И таким образом, премьер-министр, а за ним министр социальной политики, а за ним глава социальной службы фактически вбросили, что фактически 900 тысяч наших с вами граждан, права которых мы должны защищать как парламентарии, их обозвали мошенниками.